Дина Саева хочет рассказать всю правду Вале Карнавал про Крида. У Бабича снова не получилось с запуском трансляции на шариках. Никоглай хочет вернуть Амину, массовая накрутка в ТикТоке, а Диппинс думает уйти из этой соцсети. Всем привет, это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Бабич сделал вторую попытку с запуском трансляции на шариках в воздух и вновь потерпел неудачу. Все ошибки с первого раза были учтены, он сто раз перепроверил, приключился ли интернет с Wi-Fi на мобильный, ну и шариков привязали побольше. Телефон всё равно долго не хотел взлетать, а после запутался в деревьях прямо возле дома Дрима. Шарики через какое-то время выпутались и полетели дальше, телефон же оставался в каком-то непонятном положении. Артур на машине погнался за ним, и когда догнал, айфон выпал куда-то на стройку, а подобрал его один из строителей. Верни! Телефон нашли! Какие строители? Всё, до свидос! Это нам подарок, да? После он перестал выходить на связь, Бабич уже думал, что не сможет даже с ним поговорить. Но мужчина всё же взял трубку, они договорились о встрече, где Артур не стал забирать айфон и оставил его этому строителю. Ну, на самом деле, я этот телефон запускал с целью не чтобы типа потом найти, а чтобы его кто-то забрал. Поэтому спасибо большое, что вы мне позвонили и хочу отдать вам этот телефон. Там паролей ничего нет, вы можете пользоваться, я сейчас с Айклауда выйду. Спасибо вам! Поздравляю! На днях прошёл новый стрим Диппинса вместе с ютубером Юликом, где они поболтали о насущих делах друг друга. Парню было интересно, как вообще Ваня успевает жить в таком ритме. В него регулярно проходят стримы, он начал записывать музыку и ещё кучу времени отнимает тикток. Если вы не знали, один вот такой 10-15 секундный ролик с графикой создаётся примерно 30 часов. Это около трёх дней упорной работы. Юлик предположил, что рано или поздно он забросит тикток и сосредоточится на стримах, но Диппинс не собирается этого делать. Вчера ещё состоялась его встреча с Егором Кридом. Подписчики парней увидели в них сильную схожесть и теперь считают двойниками в разном возрасте. Сегодня же они договорились провести стрим, возможно Ваня даже приедет к Егору домой. Многие блогеры пожаловались на массовую накрутку в тиктоке. Первая это заметила Тендерлибай, она выложила обычный липсинг, который начал набирать космические просмотры. Спустя 2 часа на нём было больше 2 миллионов, хотя лайков там только 32 тысячи. Аналогичная штука произошла и с Эльдаром Джараховым. Простой ролик с комиками Соболевым и Дороховым собрал за 6 минут меньше 100 лайков, но счётчик просмотров уже перевалил за 500 тысяч. Короче, какая-то массовая накрутка происходит в тиктоке. Много у кого я сейчас зашёл, у Крида, там типа такая же хуйня, у Амина, Тендерлибай, прям много кому просто крутят. Я только что выложил тикток, он за 2 минуты собрал 300 тысяч просмотров, за 2 минуты. Кто это делает, никто понять не может, не исключено, что присутствует какой-то технический сбой. Блогеры же не молчат, так как их аккаунтам могут грозить какие-то ограничения. Тикток редко вникает в суть проблемы и просто блокирует людей, но может здесь их наконец-то услышат. Новый образ Дианы Астрос заранее показали почти все участники Дрим Тима, кроме неё самой. После той истории с собрания, заранее случайно выложила ролик с ней Маруся. А так как многие зрители уже в курсе, она наконец-то опубликовала фотки у себя на страничке. Вот так теперь выглядит Ди, ей уже написали, что так гораздо лучше и вообще ей стоило родиться тёмненькой. А как вам лично Диана Брюнетко? Леди Диана, находясь на отдыхе, анонсировала выход нового трека. Уже завтра на её канале состоится премьера композиции под названием «Я снова одна». Зрители быстро поняли, что песня посвящена её бывшим отношениям с Кириллом. А вот голос многие не узнали, кто-то даже считает, что там слишком много обработки, которые только портят звучание. Очередной конфликт возник у девушки или уже не девушки Миши Литвина, Юлия Абояша с его преданными поклонниками. В последний месяц активно распространяются сухи, что они больше не пара. Во всех соцсетях, а особенно на трансляциях, все вопросы только про это, но ответа никто так и не получил. При этом Юлия только подогревает интерес и, например, вчера выложила видос из квартиры Москва-Сити, которая очень похожа на ту, которую они вместе с Мишей купили в одном из роликов. А подписала всё это, вы уже определились, чьи это апартаменты. В комментариях куча негатива, чтобы она не рассчитывала на эту квартиру и Миша её заберёт себе. Но Юлия не имела никакого к ней отношения, так как было только предложение, а свадьбу сыграть они так и не успели. У Моргенштерна в Москве остался большой автопарк, там Порше, Макларен, В-класс, а общая их стоимость составляет примерно 60 миллионов рублей. Судебные приставы вчера наложили арест, запретив Алишеру на них передвигаться. И всё из-за неоплаченных штрафов на сумму в 9 тысяч рублей. Абсурдность ситуации даже не в сумме, а в том, что есть люди с большими штрафами по 100 тысяч, которым ничего не предъявляют. Тут уже присутствует нотка нелюбви к Моргену, так сказать, намекает, что в России его больше не ждут. Лину Луна после случая в декабре, когда её увезли на скорой, так и не разобралась с кистой, которую ей диагностировали. Врачи говорили, что она должна будет пропасть сама при правильном лечении. Вчера же у неё случился рецидив, все болевые ощущения вернулись. Как-то месяца три назад меня с дикой болью в животе увезли в больницу, и меня чуть не оперировали. И сейчас начинается то же самое, я просто пришла домой, и у меня дикая боль. Надеюсь, что её состояние не дойдёт до плачевного, и Луна всё-таки обратится за помощью. Дина Сайва в преддверии премьеры реалити-шоу «Звёзды в Африке» раскрыла, что тоже должна была стать одним из участников. Всё было заранее утверждено, но в последний момент тиктокерша убрали из проекта по просьбе какого-то человека. Он не хочет, чтобы я рассказала всю правду про него одному человеку, он боится. Боится остаться без денег, боится, что его мир-вранья может разрушиться. Из всего же часа участников Дину какими-то конфликтами связывает только с Валей Карнавал. И простроив логическую цепочку дальше, девушка имеет в виду либо Крида, либо Заира. С Егором у них как раз осталось много вопросов и секретов, но какие он может потерять деньги, неизвестно. Заир же прямо финансово зависит от бандитки, так как она его самый популярный блогер. Стал также известен весь список участников «Звёзд в Африке». Помимо Валей, в первых выпусках мы также увидим Сашу Стоуна и Карину Кросс из блогеров. А также Алену Водонаеву, Наталью Рудову, Анатолия Цоя, Олега Верещагина и Олега Шепса. Да, среди них ещё нет Тани Покров, но она появится чуть позже доп. участникам. Никоглай, похоже, не врал, когда говорил, что любит Амину и попробует её вернуть. Даже сейчас, когда Коля временно находится в тени, он пытается с ней помириться, постоянно написывая, чтобы поговорить. Сегодня Коля мне просто берёт сообщение, кидает в телегу какое-то. И удаляет сразу же. Типа, я вот... Тендерли ещё на той трансляции об измене не стала исключать, что простит его. Амина оставила возможность с ней связаться, поэтому они могут сойтись. Также Никоглай официально подтвердил, что вернётся в соцсети 1 марта. Парень выложил историю, где эта дата написана японскими иероглифами. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok